вот я представил какой сценарий жизни в моей семье и спроектировал дом как мне было бы удобно друзья всем привет я нахожусь внутри своего будущего дома и сегодня видео будет про планировку моего будущего дома поэтому смотрите будет интересно полезно и поучительно для застройщиков которые строят не пойми какие дома и выдают их типа за классные вот сейчас я вам покажу что такое классный дом оставайтесь с нами смотрите до конца узнайте несколько лайфхаков по поводу того как планировать пространство из этого видео вы узнаете как делать грамотные планировки я бы даже сказал идеальные планировки поэтому смотрите подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы в будущем смотреть другие полезные видео а я начинаю свой рассказ об этой замечательной планировки которые я делал лично для себя для своей жены детей и постараюсь объяснить вам свою логику почему я делаю именно так и уверен что эта планировка подойдет и для вас тоже я нахожусь в самом крутом помещении своего дома это кухня гостиная она здесь самая большая самая высокая и самая светлая это пространство 45 квадратных метров напомню что здесь будет кухня с островом обеденный стол и диванная группа с телевизором вот и под это все мне понадобилось 45 квадратных метров как застройщики делают по 20 я вообще не понимаю что туда можно впихнуть неясно 45 друзья здесь есть огромные панорамные окна это очень важно здесь будет много света это значит когда я готовлю мне будет светло а еще и я буду наблюдать красивый пейзаж из своего окна здесь я буду сидеть на диване смотреть в телевизор и скорее всего я буду любоваться соснами они телевизором понимаете буду смотреть как там птички летают снежок летит дождик идет солнце светит все времена года в общем кайф планировка дома это будущий сценарий вашей жизни я уверен что вы хотите жить с удовольствием в кайф вот про это и мой рассказ потому что планировка фундамент вашего будущего счастья вашей будущей жизни эта программа вашей будущей жизни я начинаю с прихожей друзья это первое помещение о котором вы должны побеспокоиться в своем доме прихожая должна быть большой просторной и нарядной друзья за нарядность отвечает вот это будущее входная дверь она будет стеклянная и пропускать много света а вот это вот вход в кухню-гостиную этот проход тоже большой нарядный парадные с красивыми дверьми понимаете внутри больше ничего не будет кроме небольшого пуфика и небольшой консоли на которой будут стоять лесные цветы я надеюсь жена будет собирать в лесу цветочки букетики составлять и вот эта красота то есть я что хочу сказать когда вы приходите домой вы должны сразу же обрадоваться что вы дома они протискиваться в узкую кишку как это обычно делает почему получается такие неудобные маленькие коридоры потому что туда потом в будущем ставят шкаф и этот шкаф обужает ваше пространство и делает прихожую маленькой и неудобной и когда вы пришли семьей четыре человека зимой с прогулки вот вы тут толкаетесь понимаете но зато сэкономили место квадратные метры и так далее это прихожая 6 квадратных метров но достаточно просторно и я хочу чтобы она была просторная так хочу мне так удобно и вы я уверен тоже если согласны поставьте лайк и так вот я захожу в дом попадаю в будущую просторную прихожую и мне очень важно где-то хранить вещи и это гардероб друзья вот он в каждом доме должен быть большой гардероб он длиной почти три метра то есть вот здесь у меня будут висеть на плечиках вещи три метра длиной а вот с этой стороны у меня будут обувь стоять сумки и шапки еще что-то и видите как здорово здесь я могу разгуляться а еще здесь есть фишка а какая узнаете дальше не уходите с канала продолжайте смотреть очень крутая фишка смотри 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 это второй свет я его сделал специально чтобы свет оттуда сверху проникал сюда в гардеробную окна я не стал делать а иначе напротив окна вещи не очень хорошо размещать то есть у меня максимум мест для хранения а свет проникает с потолка если круто понравилось лайк поставь идем дальше здесь же из прихожей вход в котельную ну котельная обыкновенная ничего особенного нет все как у всех но толь только тоже со вторым светом вот там он второй свет окно в котельной точно нужно это требование пожарников вот оно там наверху будет в будущем соответственно это нужно для того чтобы не запустили так сказать в эксплуатацию эту котельную у меня газ поэтому котельная должна быть 15 кубических метров ну а теперь идем дальше вы узнаете что у меня в кухне гостиной как она обустроена и еще пару-тройку лайфхаков крутых из планировки я вам расскажу итак друзья лайфхак это очень важно вы должны его запомнить и записать если вы планируете дом в котором будете жить большой семьей с детьми то вам обязательно нужно сделать вот что вам нужно разделить его на несколько частей центрально это кухня гостиная с одной стороны это мастер спальня то есть блок родителей а с другой стороны блок детей и пусть они там шумят вам ничего не слышно будет когда вы будете спать и наоборот понимаете когда спальне рядом через тоненькую перегородочку это плохо это не кайфово слышны звуки шумы там и что угодно а здесь ничего не слышно дети и родители они разнесены по разным сторонам дома вот такой лайфхак который потребовала моя жена сказала детей в другую сторону в доме ничего вместе всех разнести чтобы я спала спокойно блин уже когда нибудь я посплю спокойно ребята это действительно крутой лайфхак оказался мне это тоже очень понравилось а вам если да напишите в комментариях ну что теперь погнали в мастер спальню показываю значит я хотел чтобы спальня это было не просто спальня тоже какая-то нарядная комната поэтому заходя в нее мне важно было попасть в какое-то ну хотя бы что-то такое напоминающие такой холл знаете такой какой-то парадники я планирую тут люстру повесить вот сюда красивый шкаф поставить но на самом деле это гардеробная то здесь будет комод стоять вот здесь вот это очень важно то есть там трусы носки не знаю сверху я часы какие-то там положу кошельки там еще что то ну вот зашел за дверь спальню все это положил идем дальше и вот я вот раздеваюсь например и вот сюда вот размещая свою одежду на плечики вешу вот здесь вот это все планируется огромное пространство для вещей а вот это вот пространство для узкого шкафа вот такой узкий будет 40 сантиметров глубиной тот 60 а этот 40 и здесь я просто буду футболки складывать там или трусы с носками на полке класть это тоже очень удобно то есть вот я так прошел а дальше пошел в душевую ванна нам не нужно мы моемся в душе ну как то так вот сложилось что что-то ванна нам не особо идет лучше в сандуны в какие-нибудь сходить или на юга кстати здесь они рядом это ну знаете контора в которой купаться плавать можно так но мы не про это же до сегодня и так что у меня здесь в душевой вот это вот душевая вот это вот огромное место это душевая это кажется на маленькая на самом деле она здоровенная туда метр и вот так вот полтора метра представляете очень круто вот здесь у меня будет стоять унитаз и вот здесь вот раковина но главная фишка не в раковине в унитазе а в окне посмотрите какое огромное окно и вот умываясь я буду наблюдать за белочками поняли главное чтобы ко мне белочка не пришла вечером и так окна есть везде окно есть в душевой окно есть в гардеробной представляете это свет самое ценное в интерьере это свет не забывайте про это так вот когда я помылся халатик одел и я вышел в свою спальню вот она здесь два окошечка вот здесь кроватушка будет стоять большущая понимаете две тумбочки кроватушка и никаких шкафов не нужны вам шкафы в спальне это неправильное планирование пространство должна быть гардеробная которую я вам показывал ранее напишите понравилось или нет если понравилось то обязательно поставьте лайк а дальше вы узнаете про детский блок поэтому оставайтесь не переключайтесь и вы узнаете как нужно организовывать территорию для детей итак мастер спальню я вам показала сейчас я вам покажу территорию детей ну так я ее называю потому что они могут там закрыться вот за этой будущей дверью и делать там чё хотят их не слышно не видно будет старшие дети выросли уехали но скоро же внуки пойдут правильно поэтому есть две комнаты одна для моей доченьки варюшеньки вот здесь уже все придумали мебели расставили как будет стоять а вот это гостевая для гостей соответственно но и возможно будущих внуков детей которые будут приезжать к нам в гости конечно же и творить беспорядок как это обычно бывает поэтому все закрыто вот этой дверью где стоит сейчас максим меня снимает вот эта дверь закрывается и весь бардак детский который вот он вот весь здесь здесь у них небольшой холл есть и еще две двери одна дверь это ванная комната вот здесь вот она и здесь кстати говоря будет сама корыто стоять вот здесь вдоль окна и обязательно окно у меня вообще в каждом помещении есть окно не понимаю когда строить дома и не делают окна в помещении это еще один лайфхак согласны или нет если да то лайк ставьте если нет дизлайк но окно должно быть везде итак корыто перед окном лежим смотрим на листву на природу на деревья на белочек здесь раковина здесь унитаз и здесь я еще планирую поставить комодик в котором будут всякие всячины плюс детские игрушки кораблики и карапузики еще одно важное помещение это постирочная сейчас я про него вам внимательным образом расскажу а вы пока напишите в комментариях что думаете по поводу отдельной комнаты 6 квадратных метров под постирочную напишите в комментариях и продолжаем смотреть итак смотрите друзья это отдельная постирочная комната которую я специально запроектировал и которая обязательно должна быть в каждом доме во первых это удобно в ней располагается стиральная машина сушильная машина нитки вот эти вот на которой белье вешать гладильная доска с утюгом плюс стеллажи со всякой всячины здесь же хранится уборочный инвентарь и здесь есть выход наружу чтобы бельишко можно было посушить там на улице под солнышком это тоже южная сторона кстати говоря так вот если мы не сделаем отдельную постирочную то стиральную машину вы поставите куда в ванную а это неправильно это плохо она некрасивая плюс к ней вот это вечная корзина с грязным бельем она вот вот раздражает всегда понимаете так вот я ее убрал здесь она в отдельном помещении все удобно из этой двери мы можем выносить белье сушиться на улицу а также мы можем всякие пледы подушки оттуда стираться заносить сюда в это помещение чтобы они не мог ли под дождиком кстати вот как раз дождик ты и идет и вот они бы сейчас и намокли а вот об занесли и это удобно согласитесь но сейчас я вам расскажу про самое крутое и самое главное помещение в этом доме это кухня-гостиная секретиком поэтому смотрим дальше ставим лайк и так это самое крутое помещение в моем доме это кухня-гостиная она 45 квадратных метров плюс антресоль вот она там наверху смотрите и это еще 20 квадратных метров туда я буду подниматься по лесенке но не по этой конечно вот это деревянный там будет красивая аккуратная лесенка по которой я забираюсь наверх а зачем это нужно я сейчас расскажу итак начинаем с кухни-гостиной во первых она большая как я уже сказал 45 метров это нужно для того чтобы с комфортом расставить всю мебель смотрите здесь будет телевизор и на расстоянии трех метров от него будет стоять диван на котором я буду сидеть и смотреть этот телевизор а также в это замечательное панорамное окно 3 метра запомнили от края дивана до острова вот там и еще почти 3 метра но правда я расстояние подсократил чуть-чуть там чуть меньше трех метров стоит круглый стол за которым стулья где я буду сидеть и опять смотреть в панорамные окна либо туда на антресоль там тоже будут окна вон там вот то есть свет у меня с двух сторон будет попадать понимаете и делать мое пространство еще светлее дальше за столом после стола у меня будет остров это как раз там где максим стоит сейчас вы на планировке это увидите этот остров глубиной метр двадцать чтобы ящики с обоих сторон можно поставить и с этой с этой метр двадцать глубиной между островом и самой кухня метр и сама кухня еще 60 сантиметров глубиной и так кухонный гарнитур стол диван с телевизором и вот это вот замечательная проходная зона где можно потанцевать перейти из детской в спальню и спальню уйти на улицу вот здесь вот центральный вход с красивым центральным входом и вот такой замечательной антресолью друзья если хотите узнать больше лайфхаков ставьте лайк оставайтесь с нами и дальше будет тоже еще интереснее вы узнаете чё же я сделаю на антресоли и так я на антресоли зачем я ее сделал а затем чтобы сделать здесь библиотеку у нас очень много книг и жена моя хотела чтобы в доме было место где будут красиво хранится книги и вот здесь вот будет стеллаж вот здесь будет стеллаж вот там будет стеллаж это все будут книги а еще я сюда поставлю кресло буду сидеть балдеть с книжечкой кофеечкам смотреть в это окно или в это окно и кайфовать это очень круто а почему у меня так получилось а потому что заранее на проекте я подумал вот о чем смотрите дом спроектирован таким образом что здесь высокая кровля. Она теплая. И здесь 5,5 метров высоты в коньке. Простора очень много. Ощущение прямо воздуха. А еще оно создается за счет того, что крыша длинная от одного окна до другого. И с противоположной стороны мы тоже видим окно. Понимаете? Вот за счет этого еще объем создается. Я подумал, что в этой зоне прихожая. А зачем мне в прихожей потолок 5,5 метров? Не нужен. Я взял, залил плиту на высоте 2,5 метра. Там высота потолка 2,5 метра. Плита. И вот у меня получилась антресоль, на которой я спокойно хожу, перемещаюсь. В будущем буду доставать и читать книжечки. И вот они дополнительные 20 квадратных метров, которые относятся тоже к этому замечательному общему пространству кухни-гостиной. Вот такой вот секретик, друзья. Ну, кстати, есть еще один маленький секретик. И если вы сейчас досмотрите до конца, то вы его узнаете. Секретики это выход на чердак с этой стороны и с той. Они холодные. Здесь будут установлены теплые двери, чтобы холод с чердака не шел в это помещение. Второй этаж мне не нужен. Весь дом одноэтажный. Кроме этой антресоли, как вы поняли уже. Ну, так как сюда мы не часто будем подниматься, то нормально. Пусть книжки тут хранятся. А здесь будут чуланы, наверное. Буду хранить елочные игрушки, какую-нибудь старую одежду, удочки, которыми я никогда не пользуюсь. Ну и так далее. Хлама дома много. Вот вспомните, сколько у вас хлама валяется. И напишите в комментариях, бесит он вас или нет. Так вот, у меня это продумано. Я буду убирать его вон туда на чердак. Пусть там валяется, я это не вижу. Но если вдруг понадобится, дверку открою и зайду возьму. В завершение хочу сказать, что эту планировку я продумывал, исходя из сценария жизни. Вот я представил, какой сценарий жизни в моей семье и спроектировал дом, как мне было бы удобно. Дом вышел площадью 165 квадратных метров плюс вот это антресоль. Ну, примерно 20. То есть получается 185. Как я не крутил, меньше площадь не получается. Поэтому, честно говоря, я не понимаю, как может быть комфортная планировка в доме 100 квадратных метров или 120 квадратных метров для семьи из 4-х человек. Или из 5-ти человек, тем более. Застройщики рассказывают, что это удобно, что это кайфово, тролливали, тыры-пыры. Я не верю. Почему? Потому что я всю свою практику проектирую, я делаю пространства, удобные для жизни. Понимаете, я вижу, когда бывает удобно, а когда неудобно. Откуда появились такие большие площади? Ну, во-первых, гардероб, он большой, как вы обратили внимание. Во-вторых, постирочная, она тоже большая. Обычно этими помещениями жертвуют, их просто не делают. Следующий момент, слепляют вот так вот комнаты, спальни, детские тоже вот так лепят в один блок, экономя места. Нету гардероба в спальне родителей, или она такая микроскопичная, что больше похожа не на гардероб, а на кладовку. И поэтому получается не 160 метров, а 140. Вот. А мой сценарий, он простой, наверное, такой же, как и у вас. Я хочу, чтобы было комфортно. Мне комфортно прийти в просторную прихожую и раздеться в просторной гардеробной. Мне комфортно зайти в большую кухню-гостиную, а не в микроскопическую. Мне комфортно, чтобы в ней был большой остров с большими окнами, большой диван и большой стол для большого количества гостей. Мне комфортно, когда спальный блок родителей отдельно, а детский отдельно. Мне комфортно, когда у меня большая душевая с окном, гардеробная огромная с окном и спальня с окном с двумя даже. Когда есть отдельно дети с постирочной двумя спальнями. И еще дополнительно мне и, вот видите, библиотека потребовалась. Друзья, напишите, что для вас комфортно, как бы вы для себя сделали, согласны или не согласны. Потому что это очень важно, когда мы говорим о комфорте. Ведь это на всю жизнь. Мы будем жить в этом очень-очень много лет. А может быть, состаримся тут и умрем. Поэтому тут должно быть все идеально. Как считаете? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!